Для детей и их родителей. Ирбитский драматический театр имени Островского готовит новую премьеру. На этот раз в работе у творческого коллектива, который возглавляет молодой питерский режиссер, спектакль, хоть и считающийся детским, но адресованный каждому из нас. В основе спектакля лежит всем известная история Каштанки. Собака, была собака, она потерялась, она была найдена и потом она вернулась домой. Однако линейного последовательного изложения истории маленькой потерянной дворняшки будущим зрителям спектакля ждать не стоит. Акцент в нем сделан лишь на одном периоде ее жизни, а именно цирковом. Так что и сам спектакль называется «Цирк месье Жоржа». И актерам Орбитского театра предстоит освоить новое для себя амплуа цирковых артистов. Каждый раз для нас это мастер-класс, тренинг, учеба. Учеба чему-то новому. В данном спектакле мы осваиваем клоунаду, мим-клоунаду, цирк, жонглёж. В общем, то, чего мы раньше не делали. Но я надеюсь, что в спектакле это все будет смотреться очень органично. Мы добавим нашей актерской работы каким-то цирковым элементам или цирковые элементы добавим к нашей актерской работе. И должно получиться красота. Но и просто цирковых номеров в исполнении актеров театра зрителям тоже ждать не стоит. Режиссер поставил перед творческим коллективом спектакля сложную задачу – органично соединить клоунаду и гротеск с по-настоящему драматическими историями героев, над образами которых сегодня также ведется большая работа. Каждый из них рассказывал какую-то очень близкую для меня, для каждого из нас историю. То есть, кто такая Каштанка? Каштанка Лука Александрович не дает мне никакого знания, никакой информации. А сказать, что это история про какую-то дворняжку, девочку из детского дома, которая была в одной семье, попала в абсолютно другой мир, удивительный мир, с другими людьми, с другими коллегами, и стала заниматься тем, чем она никогда не занималась. К слову, Каштанка не единственный рассказ Антона Павловича Чехова, положенный в основу спектакля. По признанию режиссера, в репликах и монологах героев, любители творчества русского классика, обязательно найдут отсылки и к другим его произведениям. Ну и, конечно, повод задуматься. Так что спектакль вполне может быть интересен не только детской аудитории, но и театралам любого возраста. Ну а что получится в итоге, зрители смогут оценить совсем скоро. Премьера спектакля «Цирк месье Жоржа» запланирована. На 11 декабря приглашают всех желающих.